Учитывая немалую популярность стримингового направления, британская компания Audient пытается ухватить и свой кусок пирога, выпуская мобильные и компактные устройства, как для стримов и подкастов, так и для создания недорогой домашней студии для звукозаписей, которую можно юзать не только с персональным компьютером, но и использовать в дороге с мобильными устройствами. При этом это одно из самых дешевых двухканальных решений от компании. Сегодня у нас младшая версия из линейки Audient EVO 4. Продолжение следует... Выпущено две версии аудиоинтерфейсов, которые, как по классике старших собратьев, отличаются лишь количеством дополнительных каналов и, соответственно, возможностью подключить больше устройств. Радует то, что это не просто оболочка чего-то старого, это переработанная начинка, а следовательно мы получаем нечто новое и, несомненно, интересное. Порадовало весьма неплохое усиление микрофонов до 58 децибел. Этого хватит, чтобы раскачать любой микрофон, даже самый тихий. А для раскачки имеется фантомное питание, без использования внешнего адаптера. Все исключительно по USB, и из этого следует, что благодаря использованию USB мы не привязаны к компьютеру и можем использовать устройство в мобильной звукозаписи. По рабочим частотам имеет 24 бита и 96 килогерц. Динамический диапазон составляет 113 децибел. Внешний вид EVO, думаю, равнодушным никого не оставит. Матовый корпус с бархатистой поверхностью, круглые формы, утопленные кнопки и все светится, как новогодняя елка. Особенно яркая индикация у центрального потенциометра, который, разумеется, в зависимости от выбранного режима отображает как уровень громкости, так и уровень гейна. Во время пения или игры на инструменте индикация отображает уровень сигнала. По остальным органам управления имеется кнопка фантомного питания, клавиша выбора одного из двух входов с регулировкой индивидуального уровня усиления. Самая яркая кнопка нашего аудиоинтерфейса – это как баннер для презентации новой функции от производителя. Кнопка предназначена для анализа источника звука и последующей автоматической настройки гейна. Принцип работы прост. Жмете один раз кнопку, после чего вам предлагают выбрать необходимый канал. По возможности включаете фантомное питание и снова жмете на кнопку, которая изменит свой цвет, а индикация начнет мигать, давая понять, что в данный момент происходит анализ входящего сигнала. Разумеется, во время анализа звука не нужно молчать. Необходимо говорить или петь так, как вы бы это делали во время записи. После настройки вам ничего не мешает вручную подкрутить уровень гейна в ту или иную сторону. Но в моем случае автомат отработал настройку отлично без необходимости какой-либо корректировки. Данная функция не заставит ваших соседей заткнуться, а шум вашего компьютера не исчезнет. Но аудио НТ вас сделает максимум из возможного, подстроившись под ваш голос и окружение для приемлемого уровня сигнала. Функционал и дизайн довольно минималистичны, но при этом ничего лишнего. Панель не перегружена непонятными функциями и кнопками, которые вы возможно и пользоваться не будете. Но с другой стороны есть все необходимое для неприхотливого пользователя. Пойдем дальше и выясним, что куда можно подключить. Слева разъем на пылевых транзисторах для подключения вашей гитары. Справа разъем для мониторинга через наушники. При подключении которых задние разъемы для мониторов автоматически мутируются. Перевернув устройство, найдем разъем USB Type-C. Правее два разъема для внешних мониторов и два комбо-входа. Для вашего синтезатора или драм-машины. Ну, либо для двух микрофонов, приналежность которых к определенному типу совершенно не важна. Динамические или конденсаторные, оба будут работать без проблем и будут запитаны благодаря наличию фантомного питания. Несмотря на минималистичность в плане подключения и управления, устройство обеспечит необходимым тех, кто не сильно требует функционалу устройства, кому нужна небольшая домашняя студия. Также не обделены и стримеры и подкастеры. Это устройство не нацелено полностью на геймеров, оно для тех, кому нужно недорого и сердито. Устройство компактное и стильное, и пригодится тем, кто часто в разъездах. Также весьма полезна будет функция Loopback, которая позволяет выводить звук с вашего компьютера. Без необходимости использовать виртуальные кабеля, эта функция уже имеется в линейке EVO. Но только не забудьте предварительно установить драйвера с сайта производителя, для корректной работы устройства. Что касается качества записи голоса, то будет несомненно важно стримерам и вокалистам. То есть обзор записан на Audio on Tevo и микрофон Roden T1A. Легендарный микрофон, о котором поговорим в другой раз. Оценить уровень и качество голоса вы можете сами, голос без какой-либо обработки, как есть. Для теста уровня шума немного тишины. Уровень шума сложно оценивать по причине отсутствия звукоизоляции. Но подобные условия у большинства из нас, поэтому полевой тест пройден. На текущий момент это самый тихий в плане шума тандем. Заслуга ли аудиоинтерфейса или всему виной Roden T1A. Но результат для любого исполнителя и стримера просто отличный. Голос слышно четко и качественно, а шумы едва уловимые находятся на минимальной отметке. Оценивая аудиоинтерфейса, хочется похвалить производителя. Отошли от привычного дизайна квадратных и тяжелых устройств, которые нужны далеко не всем. За то, что выпустили что-то компактное и сердитое. Впрочем, это не сколько желание сделать что-то для нас с вами, сколько желание урвать свое место на рынке. С ранее выпустившими нечто аналогичное от Roland и Samson. Но получилось ли у аудиоинтерфейса удивить? Пожалуй, да. Стильное и привлекательное устройство имеется все необходимое для компактной и мобильной студии. Качественная начинка способна раскачать два микрофона с фантомным питанием через USB. А в связке с тихим Roden T1A это просто мастхэв для любителя стримов и вокалов. Нужно что-то еще? Если вам и этого мало, то производитель предлагает немного бесплатного софта для работы со своим аудиоинтерфейсом. Если понравилось устройство, а я уверен понравилось, то купите аудиоинтерфейс, как и многое другое можете в магазине PianoBuy, перейдя по ссылке в описании. Ну а на сегодня мой обзор как бы все. С вами был Евгенович, всем пока.